Продолжение следует... Ждем опоздавших. Просьба у тех, кто сегодня не в списке выступающих, выключить камеры и звук. Вопросы нам можно будет задавать в чате. И пока вы можете написать, откуда вы к нам присоединились. Очень интересно. И мы тогда начнем через 4 минуты. Продолжение следует... Так, вот у нас есть человек из Тель-Авива, который в Берлину недавно перебрался. У нас в Берлине очень много выпускников и некоторые преподаватели живут. Я напоминаю, что мы еще 3 минуты ждем, пока все собираются. Мексика, Канзас, США. Тбилиси, Черногория. Стамбул, Берлин, Берлин. Берлин лидирует. Я из Нью-Йорка подключаюсь. Гамбург и опять Стамбул. Рига. Рига. Сантьяго, Чили. По всему миру. Олег, сразу в 3-х городах. Тель-Авив, Тбилиси, Берлин. Хорошо. Ну, мы будем потихоньку начинать и еще раз напоминаю, что просим вас выключить камеры и микрофоны, если вы сегодня не выступаете, а вопросы можно кидать в чат. Максим подключается из Антверпена. Он живет в Берлине. Спасибо всем, кто заинтересовался нашей программой. Я пришел на день открытых дверей. Сегодня здесь все преподаватели собрались, которых я представлю позже. Меня зовут Виктор Илюхин. Я создатель, один из преподавателей школы Unfilmed. И помогать мне модерировать будет наш преподаватель Ксения Габченко. Ксюша, скажи привет. Да, всем привет. Наша школа существует уже с 2021 года, и мы выпустили несколько наборов. И у нас, в принципе, задача такая, чтобы наши студенты снимали на те темы, на любые, которые им хочется. У нас есть и темы личные, и очень откровенные, и про семейные отношения, про то, что происходит в мире, про травму, про травму войны, совершенно уникальные истории разных людей в разных странах, темы иммиграции, ЛГБТК-сообщества. И действительно, мы хотим дать инструменты создания документального кино и документального стартеллинга, чтобы пойти вглубь этих историй, которые вы хотите рассказать. И студенты у нас уже есть в 20 странах, больше, чем в 20 странах, выпускники наши. И уже создалось такое комьюнити Unfilmed. И действительно, все очень тесно общаются после выпуска, потому что все стали свидетелями создания фильма каждого другого своего сокурсника. И это очень важно. Мы уже писали об этом, но я напомню, что в течение пяти месяцев вы снимаете короткий фильм до 15 минут, и у вас есть два занятия в мастерских вживую с преподавателями. Они будут именно вживую, то есть не в записи, потому что у нас очень практический курс, и будет очень много заданий, очень много упражнений, очень много нужно будет приносить именно в мастерские, разбирать с преподавателями. Все преподаватели — это профессионалы индустрии с опытом международных фестивалей, питчингов, на разных международных платформах выпускали свои фильмы, и им действительно есть чем поделиться опытом в режиме живого обмена. И помимо этого у нас еще будет мастер-класс раз в неделю с приглашенным экспертом по той теме, которая затрагивается в мастерских, от операторского искусства до звука, дистрибуции и так далее. Часто мы приглашаем зарубежных экспертов, поэтому хорошо знание английского приветствуется, потому что эти мастер-классы идут без перевода. И мы также предоставляем возможность выбрать из наших друзей документалистов, личного ментора, с которым вы можете провести индивидуальные консультации на этапе монтажа. Это уже будет как бы последний этап и подготовка к финальным показам. При этом в середине у нас есть питчинг, где вы защищаете свою дипломную идею и тоже приходят гости ее с вами разобрать. Вот. И что мне кажется важным, что все преподаватели у нас, это уже сложившиеся, сработавшиеся пары. Аскольд Куров и Павел Лопарев снимали вместе фильм «Дети 404». Также вместе снимали фильм Рената Сирана и Даши Сидорова. На стадии девелопмента Аня Артемьева и Ксения Габченко работали. И мы с Ольгой Львовой снимали фильм «Людно внутри». То есть мы реально можем поделиться какими-то своими наработками, которые мы вот друг с другом развивали в профессиональной карьере. Ну и можно следующий слайд показать, просто чтобы как-то осветить список наших гостей, которые приходят на мастер-классы. Вот. И мы также гордимся нашими студентами, которые сегодня покажут фильмы или отрывки из фильмов. И вот уже фестивали, на которые были отобраны… Это некоторые фестивали, на которые были отобраны наши выпускники. Вот такое представление. Ксюша, у тебя есть что-то добавить? Особенно нечего. Ты как-то полно всё рассказал. Но да, мы рады преподавать. Рады, что поступают люди из разных городов мира. И мы все удивляемся разнообразию тем. И мне кажется, Анфилд – это потрясающая инициатива, с которой выступил Витя. И мы какую-то серьёзную поддержку получили и отклик. Так что присоединяйтесь. Да, мне кажется, спасибо. Это самый хороший момент – показать трейлер наших выпускников прошлого набора. И если что-то пойдёт не так, то ссылка будет в чате. И вот это как-то даёт представление о том, какой вообще огромной вариативностью тем затрагивают наши выпускники, какими средствами. И я хочу передать слово преподавателям Ксении Габченко и Ане Артемьевой. Это наша первая мастерская, которую мы сегодня представляем. Поэтому вам слово. Расскажите немножко о себе. Всем привет. Меня зовут Ксения Габченко. И я продюсер документального кино, автор. Возможно, вы смотрели фильм «Как спасти мёртвого друга». Я была одним из продюсеров. Я училась в школе Марины Разбежкиной. Затем долгие годы работала отборщиком и программным директором Центра документального кино. Занималась организацией различных кинособытий и ретроспектив. И потом как-то пришла в производство документальных фильмов и стала продюсером. У меня есть опыт обучения в разных мастерских европейских и опыт питчинга. Саней мы будем впервые вместе преподавать. До этого моим напарником был Игорь Микотин, которого тоже вы, возможно, знаете по фильму «Добро пожаловать в Чечню». И раньше наша пара была продюсер и продюсер. Сейчас продюсер и режиссер. И мы с нетерпением ждем студентов. В общем, мы показываем кино, рассказываем какие-то теоретические вещи важные. Как работать с героем, как искать тему, как вообще проверить то, что это действительно может стать фильмом ваша идея. Аня изначально оператор и режиссер анимации. Она сможет также рассказать вам вообще про процесс съемки. Аня. Добрый день. Спасибо за представление. Как правильно сказала Ксюша, по первой профессии я кинооператор. Также я училась на анимации, а потом решила все-таки стать режиссером документального кино. Это мой первый опыт в школе «Анфилм» как преподавателя. Но я уже участвовала как тьютер и вела, по-моему, четырех студентов. Помогала им разрабатывать проекты. Документальным кино я занимаюсь, в принципе, последние 25 лет. Изначально, конечно, как кинооператор и последние шесть или семь лет как режиссер. Мне кажется, образовательная программа – это классная возможность не только учить, но и учиться. Так что я считаю, что самое главное в нашей мастерской будет, что мы будем очень много делать практических упражнений, на которых мы будем развивать разные скиллы и обсуждать. Также у нас будет обязательно теоретическая часть, и обязательно мы будем просить вас читать всякие классные книжки по кино и обязательно смотреть кино. Очень много смотреть кино. Ксюша, спасибо. Я не знаю, что добавить. Мне кажется, уникальная возможность снять кино за несколько месяцев. У вас будет короткометражный фильм и возможность поработать с героем, вообще разобраться в том, что такое документалистика, хотя бы чуть-чуть разобраться в этом и понять, хотите ли вы продолжать вообще заниматься кино после этого. Поэтому Unfilmed учит и видеть, и выбирать темы, и мы поделимся знаниями, и, в общем, новые вы точно для себя узнаете. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, хороший момент как раз посмотреть кино. Максим Абдеева, который выпускник мастерской Ксении Габченко и Игоря Микотина. Игорь остается с нами в этом году как ментор, то есть к нему можно все-таки будет попасть, кто захочет. И это кино уже скоро будет его премьера на фестивале, название которого, Максим, напомни мне, Beyond Borders, кажется. Beyond Borders, да, это будет фестиваль в Греции документальный. Давайте посмотрим, потом чуть-чуть поговорим с Максимом. Спасибо большое. Мы хотели вот один фильм хотя бы показать целиком, потом уже будем показывать фрагменты. Максим, скажи буквально пару слов. Вот, мне кажется, фильм говорит сам за себя, но я знаю, что ты пришел уже с идеей, и она действительно такая сильная, личная, эмоциональная. Вот, и как немножко, как для тебя складывался процесс ее развития уже в школе? Да, спасибо большое, спасибо всем, что посмотрели. Мне всегда очень волнительно и радостно смотреть его в каждый раз и показывать людям это самое крутое. Да, я пришел с идеей, на самом деле я ничего, может быть, к стыду своему, может быть, и нет, не знаю. Я не был на дне открытых дверей в прошлом году, и я ничего не знал об Unfilmed, и такой джем, конечно, где-то был спрятан от меня, и хорошо, что у меня есть очень внимательный молодой человек, который скинул мне ссылку на то, чтобы я подался в Unfilmed. На тот момент, да, у меня уже была идея, у меня была отснята часть футажа, часть материала. Вот, да, и на самом деле я не знал, что ожидать, поэтому я пришел просто уже с каким-то планом, что мне нужно закончить фильм, и школа это обещала. И я такой, окей, круто, но будут люди, профессионалы, значит, я буду у них спрашивать все, что я не знаю, и делать все, что я не умею. Вот и все, на самом деле. Вот, я просто как бы воспользовался прекрасным, абсолютно замечательным составом и этим временем, которые, ну, если вместе со всеми отсмотрами и так далее, и так далее, и финальными всякими результатами и выпускным, ну, где-то, наверное, 5 месяцев, да, 4,5, где-то так. Вот, если брать еще в счет каникулы зимние, вот, я просто им воспользовался, и такой, ну, все, нельзя про пик, ага, вот, не буду материться. В общем, я очень рад тому, как это все сложилось, у меня была потрясающая группа, потрясающие менторы, Ксения стала продюсером полноценным над этим, ну, как бы этого фильма. Мы еще и живем недалеко, так что я еще и друга получил за это время, понимаешь? Вот, так что все остальное тоже было прекрасно, было куча классных заданий, которые давали мне практическое применение прямо вот во время фильма, во время монтажа фильма. Хотя я до этого ничего не монтировал, ну, да, львиную долю, а, нет, вот, я сейчас скажу, я сейчас скажу очень важную вещь, я сейчас очень важную вещь скажу. Аня Артемьева после, мне кажется, это была вторая или третья неделя, мне кажется, это было после питча, возможно, может быть, до, не помню точно, но у нас был звонок, Аня пришла к нам, не помню, не помню, он был общий, либо он у нас был внутри нашей группы, и Аня показала свои фильмы, посмотрели ее фильмы, ее работы, обсудили, поговорили, и она как-то так спокойно что-то сказала, что, ну, ну, просто делайте. И я такой, а что, правда, как бы, как бы, кого тянуть за лямпу надо, то есть я просто такой, окей, у меня стоял до этого монтаж, ну, я не мог притронуться к нему, типа, месяц, наверное, вот, у меня была пауза, я не понимал, как вообще подступить, и такой, ну, а что бояться? Артемия, вы сказали, делайте, значит, делаем. Вот и все, в принципе, вот это был огонь, разведенный под моей задницей. Очень хорошее замечание, что фильмы просто делаются, да, но мы стараемся какую-то давать людям структуру и поддержку, да, в том числе, потому что мне кажется, что когда приходишь с кучей материала или там сам пытаешься его снять, то можно в нем немножко заблудиться, и вот именно благодаря такому общению с менторами можно найти какой-то ключ к истории, мне кажется, какую-то линию. Вот, но мы еще об этом поговорим, спасибо большое, Максим, что просто время мы успели, потому что, да, давайте тогда коротко представим следующую мастерскую, это Рената Серрано и Дарья Сидорова. Друзья, скажите пару слов. Привет. Привет всем. Меня зовут Рената Серрано, я режиссер документального кино и оператор документального кино. Можете, если любопытно, посмотреть мою работу как оператора сейчас на Нетфликсе, показывают. Есть фильм, который называется Skywalker's Love Story. Это фильм, который премьерился в прошлом эдисионе Сонденса, и сейчас он на Нетфликсе, был куплен тогда после премьеры. А также я занимаюсь своим кино как режиссер. Вот сейчас, на данном моменте, находимся мы в городе Малаге, где я монтирую свой следующий полнометражный фильм. Даша? Меня зовут Даша Сидорова. Вместе с Нашей, да? Да, я тоже оператор и режиссер документального кино. Вместе с Ренатом мы целых семь лет делали очень большой проект, который обязательно покажем на своих занятиях. Вот у нас такая семейная мастерская, мы себя снимаем, снимаем нашего ребенка. А крайне все первые ездили. Да, да, да. Фильм «Life of Ivana» или по-русски он был «Жизнь Ивана Ептуне». Это фильм, который мы вместе делали, который был показан на самых разных широтах планеты, в том числе в очень хороших фестивалях. Получил кучу прессов, в том числе «Золотой глаз» в Цурихе. Нескромный вид. Вот, и множество документальных фестивалях, как «Hot Dogs» и «Doken YC» в Нью-Йорке. В общем, да. А я хочу всех вот пригласить в нашу мастерскую. И даже готова пообещать, что все, кто придет, все обязательно сделают документальное кино. Вот, так что очень ждем. Спасибо большое. Там еще у вас один соавтор машет рукой. Сейчас давайте как раз посмотрим минуту из фильма Татьяны Ткачевой «Колыбельная» выпускницы мастерской Ренаты Сарановой и Дарьи Сидоровой. Интригующе. Таня, ну, привет. Расскажи, пожалуйста, да, чуть-чуть про ту магию, которая происходит у Даши Рената в группе. И, может быть, что-то про менторскую поддержку. Как вообще тебе была тоже работа над фильмом нашей в школе? Большое спасибо, во-первых, за приглашение. И я рада быть здесь сегодня. И если я могу кого-то к чему-то призывать в этой жизни, то я бы призывала всех снимать кино и поступать в школу «Анфилмд». Потому что создать свой короткий метр – это была моя мечта. И, наверное, до февраля месяца я не верила, что у меня это получится. Но вот эта семейная магия Даши и Рената, эта магия творит чудеса. И я очень довольна результатом, потому что у меня есть фотоистория Motherland, которая потом фотографически уже никак не могла быть рассказана. И я чувствовала, что мне нужно как-то выйти за рамки. И вот благодаря этой мастерской все менторы чудесные, но я считаю, что моя мастерская лучше всех была для меня лично. И также мне посчастливилось работать с Олей Львовой, благодаря которой тоже вот эта магия, она прям вот случилась до конца. И мама тоже сидит здесь, слушает. Она приехала ко мне в гости, и потом будет опять говорить про зубы. Давай, привет. Скажи, пожалуйста, может быть, пару слов о чем фильм, потому что тут такой фрагмент получился, да? Ну да, фрагмент такой интригующий. Уже второй фильм про конфликт, семейный, на разных уровнях. В общем, я уехала из Белоруссии уже три года назад, и мы два года не виделись с мамой. И, собственно, фотоистория начиналась о маме, о доме, где я родилась. И меня все время, как фотографа, тянуло исследовать эту тему дома, привязанности, тема женщин в семье. И, да, и, в общем-то, можно сказать, что я закончила исследовать себя. И могу снимать сейчас других, вот. А как рассказать еще лучше про эту тему? Ну, может, моя мастерская что-то скажет Даша с Ренатом. Потому что очень такой персональный проект, лучше смотреть фильм. Поэтому приходите на наши показы, которые до сих пор идут. И будет в Дюссельдорфе показ. Ну вот, скоро. Я уже рекламирую. Да, еще очень здорово, потому что помимо мастерской у вас будет возможность посещать разные мастер-классы. И вот эта атмосфера, которая царит во время учебы, в общем, не знаю, это было чудесное время. И жаль, что оно не повторится. Наверное, повторится как-то в другой итерации, но уже по-другому. И я завидую тем, кто сейчас будет учиться, потому что немножко формат переформатировался. И будет такое более полное погружение. Я вам всем желаю удачи. Кто собирается подавать заявку, вы пришли в правильное место. Спасибо большое, Таня. Тогда мы, наверное, пойдем дальше. Спасибо большое. И представим мастерскую Аскольда Курова и Павла Лопарева. Привет всем. Меня зовут Аскольд Куров. Я режиссер документального кино, оператор и продюсер. Я закончил школу Марина Разбежкина и Михаила Угарова. Школу документального кино и документального театра. Уже достаточно давно, 14 лет назад. И с тех пор занимаюсь документальным кино. Снимаю фильмы, которые показываются на разных фестивалях. Это были и Хопдоксы, и Сандэнсы, и Дерлинали, и много разных других. И уже несколько лет преподаю, в том числе в школе Unfilmed, чему очень рад. Вместе с Павлом. Да, всем привет. Да, мы с Аскольдом не только преподаем несколько лет, мы еще сняли вместе, как Витя говорил, совместный фильм «Дети 404». Я Паша, я продюсер, режиссер документального кино и анимации. В авторское документальное кино я сбежал из новостной редакции Первого канала. Была в моей биографии такая темная страница. В общем, это было, правда, на заре путинской эпохи, но я изнутри знаю, как работает пропаганда. Но, решив это отринуть, да, я ушел в авторское кино и закончил тоже школу документального кино Марины Разбежкиной. Потом, правда, я еще вооружился таким инструментом, как анимационное кино и закончил магистратуру по стоп-мошен-анимации в Барселоне. Вот, это... Сейчас живу в Чили, да, и где-то последние 15 лет занимаюсь авторским документальным кино и анимационным. Спасибо большое. Давайте посмотрим фрагмент выпускника вашей мастерской Олега Яковлева из фильма «Жить нельзя остановиться». Спасибо большое. Олег сегодня у нас на связи. Олег, я бы просто... Интересно, что мы показываем разные, да, отрывки совсем разных фильмов. У тебя ситуация такая, что ты не снимаешь про свою семью. Это что-то совершенно... То есть ты нашел героя нового для тебя, да, да, да еще в такой кризисный момент, и вот как-то справился, да, с тем, чтобы подобраться к нему поближе, да еще и с камерой. Вот, расскажи, как этот процесс для тебя строился и что советовали в Анфилд? Привет. Да, у меня совсем, наоборот, было все очень сумбурно. То есть когда я поступал, у меня была одна героиня, очень прикольная, но потом в Израиле случилось 7 октября, где я тогда жил. Ну, в целом, это моя база. И я понял, что нужно срочно... Ну, что снимать, ехать в Лиссабон, это и невозможно, потому что отменили рейсы. И нелепо. Вот, и поэтому я за один день до питчинга нашел себе героя, напряг на весь свой нетворк. Нашел, ну, вот, чувака из Кибуца Биере. Так, сейчас, что я должен еще сказать? А, про школу, да. Вот, и... Ну, в общем, мы его героя приняли на питчинге эту историю. И дальше... Ну, в смысле, школа очень потрясающая тем, что, по сути, нельзя сказать, что мы режиссировали наше с ним взаимодействие, это невозможно. Но... То есть школа дает, ну, в нашей мастерской ребята, вот, Аскольд и Павел, они мне помогали, и группы тоже, фокусироваться на разных аспектах взаимодействия с героем, при том, что я не мог зачастую предсказать, когда и где я с ним встречусь, он очень хаотично себя вел. Вот, и еще... Витя, ты же был мой ментор, да? Да, вот, супер, ну вот. И поэтому было очень удивительно, что потом, когда уже ближе к концу, к февралю, к монтажу, вначале у меня было ощущение, что вы абсолютно разные вещи, мне советуете противоположные. Я вообще не понимал, как мне всех удовлетворить, чтобы всем понравилось. А потом в какой-то момент это началось синхронизироваться, и как бы вы не сговаривались, ну, наверное, вы не сговаривались, хотя вдруг сговаривались, я не знаю, вот. Вы какие-то... Ну, то есть он стал прям выкристаллизовываться, и для меня вообще в школе... Ну, то есть это не мой первый фильм, надеюсь, не последний. Короче, что... Ну, только в школе я, наконец-то, научился нормально, осознанно монтировать, ну, и очень жестко это хирургически резать к чертовой матери все подряд. Ну, и вообще понимать, зачем это делать, и... То есть до этого никакие свои фильмы и никакие вообще работы я никогда столько не отсматривал какие-то десятки... Нет, какие-то десятки, сотни, наверное, раз, все эти фрагменты. То есть я никогда не был так внимателен, как precise, но вот как бы когда ты очень монтируешь... Ну, вот очень глубоко в это выгрызаешься в саму структуру документального кино. Вот. И в школе с этим очень круто. Ну, хотя он в нашей мастерской, наверное, очевидно, в других тоже, просто, возможно, немножко другими словами, немножко другим языком, но в целом в школе очень здорово помогают выучить этот язык как кусок реальности, запихнуть в документальность, чтобы зрителям, которые не прожили с нами этот кусок реальности, было понятно, чтобы у них вот эта история развернулась. по сути, как заархивировать реальность и сохранить как бы самый сок в этом консерве. Вот как-то так. Браво сказано. Спасибо большое, Олег. Да, мы скоро перейдем к вопросам и ответам, но у нас еще есть несколько объявлений. Во-первых, просто хочется сказать, что у нас в этом году подключается группа психологической поддержки, еще студентов. И если, Оля, ты здесь, Демина, то ты можешь сказать пару слов. Да, я здесь. Я не знаю, хорошо ли меня слышно, потому что у меня не очень хорошая связь. Да, всем привет. Меня зовут Оля Демина. Я выпускница прошлого курса. И хочу сказать про атмосферу школы, что она очень меня подкупает своей чувствительностью и профессионализмом. И очень много дала. И в следующем году мы решили сделать курс, который будет сопровождать и учебный, и творческий процесс. Мы постарались, как это будет выглядеть. Это будут встречи раз в две недели. Они будут где-то тематические, где-то без структуры. И мы постарались разработать программу так, чтобы она была привязана к каким-то основным точкам в учебной программе. Например, к питчингу, к первому показу рафкатов, к финальным показам. И встречи будут подсвечивать какие-то сложные моменты. И с одной стороны, давать пространство для рефлексии, возможности обменяться опытом, возможности понять, что в чем-то ты не одна. А с другой стороны, давать какие-то инструменты, чтобы справиться со сложными чувствами, которые могут возникать в процессе работы над фильмом и учебном процессе. Да, мне кажется, это, конечно, очень хорошо, что атмосфера поддержки, она и в мастерских будет, и теперь еще есть выпускницы школы плюс психологам, чтобы обсудить какие-то свои чувства по поводу того, что в мастерских требуется выполнять. И это тоже бывает сложно, особенно с нашими дедлайнами и с тем, что документальное кино это, конечно, такое полное погружение в процесс и очень интенсивно проходит это погружение у нас. Спасибо, Оля. Еще из новостей это то, что у нас будет два места, которые так называемых грантовых места, то есть в нашей анкете на поступление будет специальный вопрос в самом конце, который можно заполнить, если вы подходите по критериям, вы можете его заполнить и получить скидку 50%, но это только будет два места из 40. Поэтому подумайте, стоит ли вам его заполнять, но это будет для людей, которым мы реально хотим помочь и которые находятся в сложной ситуации с классным героем, с классной темой и прямо сейчас могут это снять. Мы хотим такую возможность дать. Еще наши выпускники и это бесплатно, сохраняется бесплатно, имеют возможность ездить на программу Unfilmed Offline. Это программа, которая проходит одну неделю, но вживую, в отличие от всего основного курса. И в прошлом году вместе со Скольдом мы ездили в Армению и там наши выпускники вместе с армянскими режиссерами создавали фильмы всего за одну неделю, показывали. И в основном это было о Карабахском конфликте, потому что совпало по времени. Вот. На принципе они тоже готовили разные темы, которые хотели в парах. И в этом году Рената, Аскольд и я мы поедем в Бишкек и вместе с Американским университетом Центральной Азии тоже проведем уже второй офлайн. То есть выпускники могут на него подавать в следующем году тоже. и теперь у нас будет... Прости, я, наверное, еще рано вклинилась. Нет. Я хотела про количество групп сказать, что у нас самое важное новое, что у нас теперь увеличилось количество групп, и отдельная группа будет у Вити, у основателя, и у Оли они вместе прошли путь создания фильмов, постоянно работают вместе. Оля была нашим поддержкой все это время, а также она была тютером и лектором, лектором и наставником у многих студентов и давала бесконечно ценные комментарии, так что у нас есть возможность принять больше студентов в этом году. И вот я хочу передать слово Оле и Виктору. Да, спасибо большое, Ксюша. Ну, я очень рад, что у нас получилось создать сейчас дополнительную группу, что, во-первых, это значит, что во вся группах будет меньше человек, и мы можем более внимательно ко всем относиться, а во-вторых, это просто для меня очень радостная новость, потому что можно сделать мастерскую со своим другом и соавтором и творческим вдохновителем Олей, с которой мы вместе снимали фильм «Людно внутри», который был на общественном телевидении в США, на PBS, и попадал тоже на разные фестивали, и, в общем, мы сейчас вместе работаем, у нас продакшн-компания в Нью-Йорке, и продолжаем снимать документальные фильмы для некоммерческих организаций, не только, и мне кажется, что у нас уже столько какого-то опыта, который именно в нашем тандеме случился, нам повезло, которым мы готовы поделиться и очень хотим. Да, я все абсолютно поддерживаю, счастливо просто присоединиться, я наблюдала за школой все эти годы, и очень рада, что у меня есть возможность в этом году участвовать конкретно и работать со студентами. Что касается меня, я вот уже 13 лет живу в Нью-Йорке, здесь я закончила киношколу School of Visual Arts по именно специальности документальное кино, и все это время собственно и занимаюсь документальным кино, и постепенно вот мы с Виктором вместе создали свою компанию, где снимаем много-много всего в разные периоды, кроме нашего полнометражного фильма «Людно внутри», снимали там разные вещи. Вот, и у нас, мне кажется, с Виктором у нас идет такой большой акцент на свободу творчества в нашей группе и на эксперименты. мы поддерживаем любые жанры, но у нас есть такая особенность. У нас большой опыт также с социальными темами работы. Вот как-то все это вместе на стыке, наверное. И большое у нас внимание уделяется монтажу тоже, как у всех, но мы в первую очередь, если, например, Даша и Рената это режиссер-операторы, то я бы сказала, что я в первую очередь режиссер-монтажер. Я тоже. И Витя тоже, да. И я большинство своих фильмов монтирую сама как режиссер и как монтажер. И монтаж для меня это особенная магия. Я очень люблю заниматься. Вот. Так что будем очень рады. Приходите к нам в группу. И я думаю, что помимо всего будет очень весело. Это точно. Да, спасибо большое. Вот. Ну и наконец мы можем перейти к вопросам ответам, которых у нас очень много накопилось и в нашей форме для открытых дверей и в чате. И мне кажется, что всех преподавателей можно как-то вывести на экран, чтобы мы все, кто хочет поднимать руку и отвечали. Вот. Тут спрашивали прежде всего про творческие задания, например, да, то, что у нас три творческих задания, на что мы обращаем внимание, когда мы на них смотрим. Вот. Может быть, аскольд или кто-то хочет сказать, на что мы обращаем внимание. на самом деле, конечно, это очень сложная задача в коротком формате. Мы просим снять буквально одну минуту творческого задания, одну минуту вашего видео, видео самой презентации, представления, рассказа о себе. Мы пытаемся почувствовать, насколько вы заинтересованы, мотивированы, насколько вы талант оценить очень сложно заочно, но много каких-то факторов, которые мы учитываем. Это ваша креативность, ваша искренность и ваше желание заниматься документальным кином. Да, спасибо. Еще спрашивали, будем ли мы общаться лично со студентами. Там есть задание о себе, которое тоже мы хотим, чтобы рассказали нам о своей мотивации заниматься документальным кино и о себе лично, но с теми, кто мы все отсматриваем и все оцениваем по бальной системе и те, кто нас войдет в шорт-лист, мы со всеми бы хотели лично встретиться и поговорить предопределением людей в разные мастерские. И когда определяются разные мастерские, уже после того, как мы наберем финальный список студентов во все примерно мастерские, ну, в смысле, во всю школу, мы будем распределять по мастерским уже с учетом того, кто в какое время может, потому что у нас, ну, и с учетом пожеланий, потому что все в разных часовых поясах, и бывает так, что кто-то больше по европейскому времени, кто-то больше по нашему, например, с ауле-американскому времени готов заниматься, и мы все это постараемся учесть. Вот. Теперь еще такой вопрос был, что дает оптика документалиста человеку, который раньше этим не занимался? Философский более вопрос. Кто готов? Ренат. Человеку, который раньше этим не занимался, но собирается, или который не будет больше никогда это еще на этом. Нет, который будет, допустим, но раньше не занимался документалистикой. Я думаю, что самое страшное удовольствие, которое приносит документальное кино, это какое-то такой навык оказаться в любой ситуации самое непредвиденное, самое невозможное для прописания в сценарий, прежде чем оказаться в ней. Вот какой-нибудь страшный выход из сопланированного сценария в жизни оказывается для вас что-то, о чем вы сможете рассказывать, что-то, в чем вы не потеряетесь, сориентируетесь, и сможете оказаться как-то одновременно рефлексирующим, одновременно делающим человеком. Вот это какой-то очень странный навык, который казалось сложно сформулировать, потому что в нашем мире хочется, чтобы все пошло по плану. Мы знаем, что в жизни есть такая ценность, что план выполняется, а на самом деле это чаще всего так не бывает. И мне кажется, что документальное кино дает какой-то такой инструментарий, чтобы столкнуться со всей сложности реальности и со всей сложности ситуации, с которой можно столкнуться не только как режиссер, но и как человек, или как рассказчик, стори-теллер. Мне нравится думать о своей миссии как педагог, как человек, который проповедует счастье принимать всю сложности ситуации, а не упорщать, не делать с нее из нашей жизни, из нашего опыта, делать какую-то плоскую, черно-белую пропаганду, а наоборот взять что-то живое, сложное. Мне кажется, это любому человеку пригодится. Спасибо. Аня, ты хотела добавить? Я согласна с Ренатом абсолютно. Я хотела добавить такую черту, что люди, которые занимаются документальным кино, со временем у них вырабатывается такая припычка внимания к разным деталям, то есть они начинают жизнь видеть сложнее, глубже, и подмечать разные штуки. Это не обязательно вы дальше будете заниматься документальным кино, хотя я абсолютно верю, что, конечно, вы останетесь вместе с нами и будете делать документальные фильмы, но вот этот подход к любой теме, к любому герою, никак, это я повторюсь за Рената, как к чему-то плоскому, как к чему-то с разных сторон и многоуровневому, и внимание к деталям каким-то, вот это классный навык, который вырабатывается, от него потом избавиться правда нельзя, но я считаю, что это суперсила такая наша. Класс, спасибо. Вот тут есть вопрос про метод наблюдения, является ли метод наблюдения основным методом, который будут преподавать мастера, или это будет разниться от мастерской к мастерской? Давайте я отвечу, потому что в нашей мастерской как раз метод наблюдения, мы предлагаем его как основной, потому что, кажется, мы знаем, что у этого метода, конечно, есть слабые и сильные стороны, но для того, чтобы начинать и вступить в документальное кино, кажется, что это хороший метод, то есть это документальное кино, в котором мы минимально вмешиваемся, минимально режиссируем реальность, но внимательно наблюдаем, про то, что Аня тоже сейчас говорила, это внимание к деталям, оно здесь тренируется, и мы от простого к сложному с помощью упражнений будем, в общем, идти к тому, чтобы развивать этот навык, и в нашей, допустим, мастерской, если говорить со Скольдом, мы предлагаем как бы вступать, как бы обезоружить себя, быть безоруженными перед новой темой, не избегать соблазна находить простые решения, находить простые ответы или привычные нам, поэтому мы предлагаем отказаться от некоторых вещей студентам, как от штатива, трансфокатора, закатрового голоса, использования музыки, то, что как будто помогает дополнительно такие некоторые костыли, которые помогают рассказывать историю, вот, но опять мы не деспоты, и если для какой-то истории, для какого-то студента это не будет работать, то мы будем искать варианты и тоже все это обсуждать. Спасибо, да. Мне кажется, что в принципе метод наблюдения, он, конечно, превалирует, но у нас, например, с Олей все-таки будет возможность попробовать разные другие методы, и у нас будут упражнения там по созданию кино из архивов или гибридного, экспериментального или эссе, но скорее как упражнения, то есть, конечно, можно и фильм так целый сделать, но так как фильм все-таки, мне кажется, в пятимесячный срок больше связан с поиском героя и рассказывание какой-то его истории или вы сами герой, то все-таки наблюдение тоже, конечно, просто органично вписывается в метод каждой мастерской. Вот на самом деле у всех, наверное, немножко будет разный ответ, если кто-то еще хочет. Я бы сказала, что мы все любим наблюдение и использовали его, мне кажется, все в нашей работе сами, но я просто как режиссер верю в то, что каждому человеку свой метод подходит и самое интересное как раз это выбирать из огромной палитры методов, поэтому в нашей мастерской с Витей у нас не будет ограничений и мы будем обсуждать конкретно по желаниям каждого человека. Ну, мы можем добавить, что у нас точно тоже не будет ограничений. У нас очень разные подходы у разных студентов, например, у Тани был фильм, который очень как раз построен на закадровом построен на архив собственной Тани и построен тоже на какой-то такой диалог с этим архивом, который для нас самых как режиссеров это огромное удовольствие исследовать вместе с нашими студентами тот метод, тот прием, который больше раскрывает суд того, что они ищут в этом фильме. Я думаю, что это тоже дополнительная причина, почему мы участвуем в этом, потому что сами видим этот процесс преподавания как некая лаборатория пробовать разных языков. Мы верим, что каждая история требует свой собственный язык, и что создание фильма это есть переплетение вот этих разных приемов, которые нужны для того, что рассказывает эту уникальную мы будем скорее стремиться к уникальности в каждом из ваших фильмов, и вот если назвать один какой-то основной методом, я бы назвал это метод не бояться касаться дураком, пробовать что-то к чему кажется мы не готовы может не получится или не получится вот как-то надо пробовать видеть и обсуждать и еще очень важно мне кажется во всех наших мастерских и в новой я уверен с Викторой и Олей это то, что в нашей школе мы очень собачены тем, что мы создаем хорошую компанию мы очень собачены на то, что это не был ужасный травмирующий деспотический опыт, а наоборот создать то та атмосфера поддержки, которая каждому человеку нужна для того, чтобы свой собственный голос найти, мы не хотим никому навязывать свои методы или интересы или вкусы, а скорее всего очень жаждем и нам любопытно именно обнаружить другие подходы, как работать с людьми так, чтобы они проявляли себя, и мне это очень нравится в нашей школе, что мы прямо направлены на то, чтобы это было для всех что-то как минимум полезное и приятное, и мы видим в этом противоречии. мне кажется, что самое интересное это подбирать вместе ключ каждой истории, и нам это интересно, это такой азарт для нас, как сделать, чтобы эта конкретная история сработала как кино, и мне кажется, что и для вас будет такая возможность разгадывать этот ребус вместе с остальными участниками, потому что мы поощряем обратную связь к тому, что показывают ваши одногруппники, и вам тоже они будут давать какие-то советы, и вот это вы чего-то берете, чего-то нет, но из этого рождается что-то определенно свое. еще я хотел добавить, что нам для вступительных упражнений, которые отправляете, нам в общем кажется по опыту предыдущих отборочных процессов кажется, что как правило совпадают, вот мы вместе голосуем, кого берем, кого нет, все мастера голосуем, и как-то вот как правило попадают те люди, которые нам по итогу вот этих просмотренных заданий кажется, что они что и как-то видно, что мы как-то чувствуем энергию этого человека, вот человек, который любопытно относится к реальности там вокруг него, у нее, вокруг что-то вот, мы чувствуем некое любопытство, вот чувствуем еще этого человека, вот у него такой взгляд, вот ее как-то запоминаем, и вот как правило эти люди попадают, и очень нам важно, чтобы вы указали в ваших заявках тоже какое-то чувство, что вы можете дать коллективу, да, потому что в основном у нас лаборатория, да, у нас мы не ведем только теоретическое занятие, в котором мы тилдычим свои знания какому-то пассивному слушателю, да, который должен все запомнить, а все-таки мы работаем в режиме лабораторий, в котором все участники процесса вносят какой-то свой очень важное что-то добавляют, да, и поэтому нам хочется чувствовать, что вот у вас есть тоже к чему добавить наши хорошие компании. Я только это хотел добавить. Совершенно верно, и просто это мне напомнило, что сами мастерские как бы, ну, можно иногда пропустить по уважительной причине, но вообще мы стараемся, чтобы все присутствовали вживую, потому что это именно эта энергия обмена идеями, она вживую воспринимается лучше, а мастер-классы, которые обычно проходят по средам, они будут записываться, их можно будет получить. Вот, и закадровый текст спрашивают, ну, мне кажется, во всех мастерских его можно в принципе использовать, если это будет органично вашему фильму. Вот, спрашивают, какие есть способы снимать на камеру случайности? Мне кажется, что если достаточное количество времени снимать, то обязательно снимешь случайность. Они чаще происходят, чем кажется. И есть еще такой момент, что ты начинаешь замечать то, что они происходят, когда начинаешь снимать и работать над темой. Может быть, ты до включения камеры не замечал, но они происходили. так что это неизбежно в какой-то момент происходит. Раньше кажется, что это произойдет. Что раньше? Мне кажется, это происходит всегда и раньше, чем кажется, что это произойдет. То есть, кажется, что это какое-то чудо, но эти маленькие чудеса, они случаются все равно, если ты начинаешь этим заниматься серьезно, если ты их ждешь, их замечаешь, они случаются. Точно. Мой маленький опыт, сейчас я расскажу, что когда ты собрался выключать камеру и уходить, обычно надо дать тебе еще время, именно в этот момент случится случайность, неожиданность и подарок. В этом смысле, конечно, важно вырабатывать терпение и наблюдательность и такой курок, когда ты хочешь выключить камеру, собрать все оборудование и уходить, надо всегда еще на чуть-чуть остаться и снимать, и в этот момент всегда будут подарки, случайности и удивления. Но я согласна абсолютно с Ольгой, что это на самом деле приходит с опытом, что ты начинаешь это фиксировать, что это есть. Будет ли доступна постоянная связь с преподавателями во время курса? Будет. Мы отвечаем, даже несмотря на разницу во времени, на вопросы, может быть, не ночью, но как бы не круглосуточно, но отвечаем и очень внимательно стараемся всем ответить, если какие-то вопросы возникают между занятиями. Мы обычно по телеграмму переписываемся. переехали. вот со скольным специально в разные полушария переехали, чтобы быть на связи почти круглосуточным. во всех полушариях 24 27 посущный центр поддержки. Да, я вытянул короткую спичку. Мне в южное пришлось ехать. И отсматриваем много версий черновых ровкатов перед показами и рекомендуем, что как бы подготовиться к питчу, в индивидуальном порядке тоже. Что вы делаете с более эфемерными идеями, по которым люди говорят слишком разные вещи и кажется, что материал не идет в сторону изначальной идеи? Вот это интересно. Во-первых, мне кажется, что вот это задание, которое творческое, которое мы даем, синопсис будущего фильма, оно в чем-то помогает вам расписать как бы что, где, когда возможно произойдет и помогает составить какой-то примерный план того, чего вы хотите снимать и представить, что это может быть. Это очень важно иметь такой предварительный сценарий. Но часто конечно реальности сама по себе этот сценарий ваш немножко изменит. И кажется, вот мы так учим быть к этому готовым и посмотреть, куда собственно отснятый материал или история развивается, или сам материал по своей сути вас ведет, да, и куда он вас, какой другой сценарий он вас перетекает. И вот, наверное, найти этот новый сценарий тоже можно и в процессе съемки, на монтаже. Вот, но я думаю, что у многих преподавателей есть чего добавить к этому вопросу. Мне кажется, это самое интересное, когда идея эфемерная, ну, в смысле, когда у вас нет изначально ответов на вопросы, с которыми вы приходите снимать кино. потому что самое, наверное, неинтересное это иметь какие-то заранее готовые ответы и заранее написанный сценарий, по которому просто снять фильм и проиллюстрировать его, как это иногда бывает. Да, и мне кажется, это очень интересное путешествие, оно бывает невероятно мучительным для режиссера и для преподавателей, для менторов, но я абсолютно уверен в том, что все эти усилия, они бывают вознаграждены, потому что в итоге по нашему опыту и с личным с тем кино, которое мы сами снимаем киностудентов, всегда удается найти какой-то ключ к истории и понять, о чем именно эта история и как ее нужно лучше способом рассказать, снять, смонтировать и так далее. Поэтому мне кажется, это важно, что вы понимаете, что идея может быть эфемерной, что вы неуверенны, что вы безоружны перед ней, но уверяю вас это вы найдете ключ, если ищете обязательно. Спасибо. Так, у нас остается 5-7 минут, но я думаю, что еще несколько вопросов мы сможем по ним пройти. Как преодолеть синдром самозванца? Есть вопрос. Это целожизненная задача. Говорю вам как самозванец. Это очень сложно. Нужно снимать. Нужно просто начать снимать. Это как такой шаг в неизвестность. И конечно будет сложно, потому что успех придет не сразу. Нужно верить в себя. мне кажется, что ключ это удовольствие от процесса. Он может быть мучительным, но может быть даже такое мучительное удовольствие иногда. А иногда и не мучительное. Но мне кажется, что вообще ключ ко всему этому это какой-то кайф. Невозможно без этого ничего делать. Это все синдромы уходят на второй план. Уже не так важно, кем ты являешься, а главное, что ты делаешь то, что тебе интересно. Тебя это захватывает и в какой-то момент ты немножко забываешь о своих представлениях о себе и так далее. И тогда мне кажется, так это и преодолевается процессом. Если ты кайфуешь от процесса, и мы на это очень ориентированы тоже будем. Мы в своей мастерской в школе на это ориентированы. Да, совершенно так. Еще вопросы. Правильно ли я понимаю, что технические аспекты монтажа, работы со звуком, постобработки мы тоже будем разбирать в школе? Или все преимущественно про творческий процесс и концептуализацию? Это хороший вопрос. У нас в основном построена так школа, что мы помогаем в творческом процессе. чисто технических каких-то очень подробных занятий у нас нет, но у нас будут мастер-классы на эту тему. У нас будут мастер-классы по поводу работы с камерой. У нас будет еще оператор, с которым мы с Олей здесь работаем в Нью-Йорке, Татьяна. Она может давать индивидуальные консультации по тому, какое оборудование купить, как его подключить в меру сил в онлайн режиме. И мы будем разделять людей по уровню знаний. Мы какой-то все-таки советуем иметь базовый уровень в монтажной программе и в съемке, но в зависимости от вашего уровня мы вас распределим в те мастер-классы, которые вашему уровню будут соответствовать и попробуем пройтись и по звуку, и по пост-продакшену, и по камере, но конечно это не будет очень глубоко, потому что основное мастерске посвящено все-таки выполнению творческих заданий и истории фильма. Нужно, наверное, добавить, что в каждой группе, в каждом потоке у нас были люди, которые никогда раньше не держали в руках камеру, никогда не открывали монтажную программу, но все они с нашей помощью, с помощью кураторов, менторов, все-таки заканчивали свои фильмы и даже попадали на фестиваль, так что пусть вас это не останавливает. Да, совершенно точно. Можно ли монтировать в DaVinci? Можно в любой программе монтировать, просто в премьере лично мы можем больше подсказать. Еще я хочу отметить, что у нас просто еще здесь присутствуют незримо два замечательных координатора, Евгения Борисова, наша выпускница, и координатор сейчас всей школы Unfilmed и наших разных курсов. Да, привет, Женя, и Настя Верещагина, которая будет координатор именно курса Online Unfilmed, на который вы подаетесь. Они совершенно прекрасно помогают нам с организацией, и если есть какие-то организационные вопросы, Женя и Настя, может быть, вы подскажете, какие еще были вопросы, на которые мы не ответили по организации, процессы, на которые можете ответить вы. Сидим с Настей рядом и переговариваемся при этом не с вами, а друг с другом. А про что бы вам еще рассказать? Наверное, единственный вопрос, который был, так или иначе касался оплаты, и как это будет технически все происходить, мы как раз сейчас занимаемся тем, что завершаем дел, точнее, решаем вопрос платежной системы, в любом случае вы сможете оплатить любые иностранные карты из любой страны мира, какие-то отдельные кейсы мы будем решать в индивидуальном порядке, но всю эту инструкцию, как только вам придет сообщение о поступлении, мы сразу вам пришлем подробную инструкцию, и любые вопросы, поможем, подскажем, я думаю, что это будет все просто и понятно, как оплата любой карточкой, где угодно, вот, с чеками, если они вам нужны будут, вот, все официально прозрачно и открыто, не знаю, если есть еще такие вопросы организационные, то можете написать в чат, либо пишите нам на почту, мы всегда отвечаем, либо пишите нам в Телеграме, в Инстаграме, где угодно, мы всегда ответим на любые вопросы. Спасибо. Так, ну, мне кажется, что основные вопросы мы покрыли, если какие-то еще нет, то сбросьте нам, пожалуйста, в чат их еще раз, потому что еще минутку мы можем подождать, а если нет, то просто огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли, мы хотели вам рассказать подробно про нашу школу и надеюсь, что вы будете подавать свои заявки до 5 сентября. тогда всем спасибо. 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 Спасибо огромное. Спасибо всем. Спасибо, ждем ваших заявок. И самое главное маленькие упоминания, что самое главное в этой школе, что все, кто преподает в этой школе, это профессионалы, которые сейчас занимаются документальным кино и сейчас его снимают. это не теоретики, не еще кто-то, а кто находится внутри индустрии. Вот на самом деле это очень серьезное преимущество. Да, и даже вот тут просто последний вопрос все-таки появился по поводу продвижения. Да, у нас есть мастер-класс по продвижению, который обычно Ксюша Гапченко проводит, но еще мы в конце, в финале выбираем список лучших работ и точно, поможем отправить их на фестиваль или сориентировать, как это сделать и на какие, а также сейчас сможем их опубликовать на стриминг-платформе нашего партнера GuideDoc, это европейская стриминговая платформа независимого документального кино. Так что будем ждать, когда ваши фильмы там выйдут. Всем пока! 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 Субтитры создавал DimaTorzok